Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я бы с вами поспорил, но это не относится к теме лекции Поэтому я привык к тому, что всякое мое выступление Есть только повод задать мне вопросы Поэтому как только вам покажется, что я слишком затягиваю Основную тему, то вы можете смело Различными звуками, движениями рук, ног И других частей тела Сигнализировать мне о том, что пора закругляться Тема лекции формальная, которая только повод для ваших вопросов Вы помните, как в классическом произведении Как и основные вопросы про Оку Самуилу Почему в магазинах нет животного маска или вы В нашем случае основные вопросы, которые мне задают всегда Основные два вопроса Это когда Владимир Путин идет от власти И что будет потом К теме лекции это не имеет никакого отношения Но это совершенно не означает, что вы не можете их задать Я буду это всячески приветствовать Поэтому мне главное не перепутки И начать рассуждать на эту тему прежде Чем вы зададите эти вопросы Я действительно сломал ногу несколько месяцев назад И поэтому я стою с палкой Но не только поэтому, а потому что С точки зрения психологии Все-таки наша лекция проходит по разряду психологии Лектор должен безусловно воспроизводить Для аудитории, для слушателей образ отца Я воспроизвожу этот образ отца двояким образом Во-первых, за счет массы тела Который давляет и нависает над вами Во-вторых, за счет палки Который символизирует мою старость По отношению к вам Все уже? Уже можно задавать вопросы? Да? Хорошо Наша тема — это теория времени Что такое время объяснить невозможно Ведь, собственно, существует много определений времени В частности, время — это, может быть, способ измерения происходящего Это не, так сказать, метод форматирования хронологии Время — это универсальный метод постижения физических И сопряженных с ними истин Но время, кроме всего прочего, это то, что мы постигаем психологически Это то, что тикает у нас внутри Проблемой времени были озабочены все ведущие философы мира Начиная с досократиков, продолжая Платоном и Аристотелем И Платон словно увязал проблему времени со своей теорией идеальных образов фридосов Время — это образ вечности По Платону Для нас, для простого человека Время — это то, что мы никогда не в состоянии догнать Я думаю, что каждый здесь сидящий думает о том, сколько времени он потратил в жизни впустую Но мы еще не пришли к вопросам Тем более вопрос должен быть про Путина А сейчас мы про время Не про программу «Время» И опять же пропускаю Платона и Аристотеля, чтобы вы приблизились к теме вопросов Хотя Платон и Аристотеля качественно по-разному определяли тему времени Ибо Аристотель, как мы знаем, не признавал Аристотель номиналист, в отличие от реалиста Платона Он не признавал эйдосы То есть сами образы, на базе которых конструируются конкретные явления физического мира И поэтому для Аристотеля время не было образом вечности Оно было гораздо более чем-то практическим И подлежащим непосредственному осмыслению в данный момент Наиболее полно, пропуская лишнюю теоретическую часть, которая вам не нужна Я бы сказал, что мою теорию времени определил Блаженный Августин Который определил именно психологические аспекты времени Ясно, что время — это вещь совершенно ускользающая Вот сейчас, когда мы находимся в этой аудитории Ведь все уже сказанное мною остается сразу же и позади Существует прошлое как воспоминание О том, что с нами было При этом ни одно воспоминание не может быть достаточно достоверным Потому что прошлое человека, или нации, или государства, или любой другой сущности и общности Формируется как набор комфортных для нас представлений Невозможно точно сказать, что было в прошлом Вот наука-физика это отрицает Она считает, что прошлое может быть достоверно определено То есть в любой момент времени можно сказать, что там было, а чего там не было И здесь на подхвате у физики находится и история Которая утверждает, что с помощью спектрального анализа можно определить возраст руин А с помощью возраста руин реконструировать те или иные исторические события Как оно происходило или не происходило в действительности И возникновение в XX веке новой хронологии Которую для России олицетворяли академики Фоменко и Носовский Было столь же абсурдным, сколько закономерным Действительно, Фоменко и Носовский смогли придать определенный авторитет своему учению Вот этой новой хронологии, альтернативной истории Благодаря тому, что они были большими математиками Благодаря своей титулатуре Но с другой стороны, это именно та система претензий Которую математикой может предъявить историку Потому что ни один исторический факт не может быть достоверно зафиксирован Ведь если каждый из нас, каждый из вас здесь, присутствующих в этом зале Вспомнит какое-то событие И посмотрит на него со своих позиций А какой-нибудь член вашей семьи Или ваш знакомый Или даже ваш незнакомый Посмотрит на то же событие со своих позиций То мы придем к выводу о существовании совершенно взаимоисключающих событий Или версии этого события Поэтому то, что в какой-нибудь летописи написано что-нибудь О том, что произошло 7 января 216 года в Равене И значит, в общем, ничего Кроме отражения субъективного взгляда Автора этой летописи На то, что происходило в тот момент А этот субъективный взгляд Мог быть совершенно любым И продиктован любыми эмоциями Автора этого текста Поэтому, возвращаясь к блаженному Августину Блаженный Августин ответил главное На очень важный теологический вопрос Почему Господь Бог не сотворил мир При первой же возможности Если Господь Бог существует Ответ блаженному Августина исчерпывающий Господь Бог не сотворил мир При первой же возможности Потому что наличие первой же возможности удостоверяет и гарантирует только сам Господь Бог. И никакого времени, относительно которому определяется эта первая же возможность, до сотворения мира не существовало. Точно так же, как времени не будет существовать после того, как мир завершит свое существование. В принципе, это же было изложено у Платона, но в более космологическом порядке. Что вот есть вечность, она предшествует миру, и она последует миру. Но Блаженный Августин именно перенес это в плоскость чистой психологии. Что действительно, когда мы находимся, когда мы живем во времени, вот сегодня, например, сейчас, находясь здесь, мы не можем точно определить, что есть настоящее, именно поэтому мы не можем точно определить, что есть будущее и прошлое. Есть, собственно, три формата настоящего. Прошлое в настоящем, настоящее в настоящем и будущее в настоящем. Прошлое в настоящем — это наша память, которая очень часто меняется в зависимости от приоритетов этой памяти. Ну, что бы нам хотелось бы вспомнить? Да ведь? И я думаю, что каждый здесь присутствующий, кое-нибудь, самых молодых из них, из нас, скажет, что действительно мы изменяли показания своей памяти в зависимости от того, насколько комфортно нам было в этой памяти. А сколько те или иные события нашего прошлого устраивали нас или не устраивали нас? Будущее — это надежда. И мы видим это будущее. Мы же в состоянии его фантазировать, правда? Да. А раз мы в состоянии его фантазировать, значит, она существует здесь и сейчас. Значит, она является настоящим в будущем. То есть, бессмысленно говорить о том, что это будущее блеф. Почему? Ведь мы в состоянии его представить. И если, ну, это, так сказать, общий вопрос, является ли существование предикатом, да? Если мы считаем, что и представляем себе Пегасов или Мартовского кота из «Алиса в стране чудес», значит ли это, что все эти живые существа существуют? Да, конечно, они существуют. И поэтому вся наша надежда, вся наша надежда, они реализуются в нашей жизни, прямо в тот момент, когда они возникают. То есть, поэтому будущее живет вместе с нами как настоящее. И прошлое живет вместе с нами как настоящее, поскольку мы, и поскольку мы готовы его обосновать для себя. Ни для чего большего. Поэтому время для нас — это некая субстанция, которая все больше и больше с его течением становится материальной. Мы в состоянии нарезать его на куски. Мы в состоянии приписывать этому времени свойства, которые никто иной не может ему приписать. И, конечно, оно закончится только в тот момент, когда закончится и само мироздание. Но в какой момент оно закончится, мы сказать точно не можем. Как сказала Анна Андреевна Ахматова, что войны, что чума, конец, им будет скоро, им приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени, когда-то наречен? Время для нас — это колоссальный источник страха, потому что мы не знаем, что с ним делать. Мы не знаем, как управиться со своим собственным существованием в прошедшем настоящем и будущем времени. Настоящий откользает сразу. Я посмотрел на вас, и, опять же, исходя из всех физических и внефизических доктрин, вас уже нет, как и нет для вас меня. Прошлое, как мы уже сказали, оно формируется исключительно под воздействием всех наших идей, доктрины, комплексов, и оно никогда тоже не бывает постоянно. Оно меняется, каждый кванк времени до сих пор непонятно, ведь физика не может ответить на вопрос в свое время является непрерывным процессом, или оно квантовано. То есть оно разделено на некие элементарные составляющие, на некие условные хрононы. Но независимо от этого, наше прошлое тоже меняется перманентно. Так же, как меняется и перманентно наше будущее в зависимости от наших надежд, которые исключительно формируются в нашем воображении. Поэтому наш страх перед временем – это, в первую очередь, страх перед неопределенностью соотношения нашего прошлого, настоящего и будущего. Мы боимся собственного прошлого, потому что с каждым моментом оно окажется нам все более неправильным. Давайте задумаемся над этим. Ведь все ошибки человека, они всплывают по мере того, как это прошлое актуализируется в настоящем. Мы боимся настоящего, потому что мы не знаем, что в нем произойдет, происходит сейчас. Вдруг я попаду в машину, в сию секунду, и я не успею даже это осмыслить. И, наконец, мы боимся будущего, потому что она не гарантирует нам никаких позитивных результатов. И страх этого, если бы времени не было, то этот страх развертывался бы в совершенно другом пространстве или не развертывался бы вообще. В этом смысле важно, собственно, наше отношение к времени, к наличию часов. Вы знаете, что солнечные часы были изобретены за полторы тысячи лет до нашей эры, а уже в 16-17 веках были изобретены современные часы. Сначала карманные, а потом маятниковые часы, христианам Гюйгенцам. И стал момент, как человек стал заложником часов, он безусловно усугубил свой страх перед временем. Ведь самая примитивная форма страха перед временем — это постоянное поглядывание на часы. Это одна из форм невроза. Очень странно всегда видеть человека, который опаздывает и смотрит на часы, несмотря на очевидность представления о том, что это посмотри на часы, только крадет то самое время, которому так не хватает. В конце концов, ну зачем смотреть на часы? Ведь ты и так знаешь, что ты опаздываешь. Ну так ты успею или опоздай, а потом уже будешь смотреть на часы. Представь себе модель поведения, где часов нет. Например, мы находимся в некой деревне, где нет никаких механизмов измерения времени, кроме закатов и восходов. А если эта деревня находится за полярным кругом, то есть в условиях полярной ночи или, наоборот, бесконечного дня, то вообще уже не так важно, как именно пристекает это время. Важно, что ты делаешь и достигаешь этих тех целей, которые соответствуют или не соответствуют твоим представлениям о времени. Мы обещали еще поговорить о феномене прокрастинации, который имеет существенное практическое значение. Я, пожалуй, к нему перейду. Прокрастинация — это постоянное откладывание каких-то неприятных дел. Прокрастинация съедает большую часть человеческого времени так или иначе. Вот простой вопрос. Я складываю свой чемодан за 15 минут, а моя помощница по хозяйству за 30 минут. Насколько дольше я складываю чемодан, чем моя помощница по хозяйству? Ну, где-то на 4-5 часов, потому что эти 4-5 часов уходят на то, чтобы я собрался это сделать. А моя помощница по хозяйству делает это сразу. А вовсе нет. Поэтому разница в 15 минут ничего не отражает. Феномен прокрастинации связан с тем, что человек, как правило, отвергает определенные вещи, которые, с одной стороны, кажутся ему слишком важными. Когда некое твое жизненное задание слишком важно, ты не готов поверить в то, что ты можешь реализовать его достаточно быстро и прямо не отходя от кассы. Ты должен запастись неким внутренним источником легитимности для исполнения этого задания. Сбор чемодана в этом смысле ничем не отличается от написания лизературного произведения, достойного Нобелевской премии. Или же это назначение тебе слишком неприятное и воспринимается как тяжелый долг, который ты бессознательно отвергаешь, хотя сознательно принимаешь. И здесь опять же мы переходим в плоскость психологического осмысления времени, который дал нам Блаженный Августин. И в этом смысле Блаженный Августин во многом заворажил основы психоанализа. Или, так сказать, аналитической психологии, или индивидуальной психологии в зависимости от того, как мы предпочли бы это определить. Время — это феномен нашей психологии, то есть мы можем вообще избежать восприятия времени как чего-то нависающего над нами императивного, диктующего нам чего-то, если мы в состоянии примириться с тем, что мы независимы от этого времени. Человек, который живет в деревне, выращивает свой урожай, возделывает свой сад, который постоянно воспроизводит лимон, апельсины и бананы совершенно независимо от времени. Он воспроизводит их до тех пор, пока у него есть такая возможность. И исчезновение этой возможности, споставимое со смертью, в общем, им никак не определяется самостоятельно. Это просто когда-то происходит. Мы боимся времени, во-первых, потому что мы не в состоянии им управлять, если действительно замерять время. А если его не замерять, то его можно полностью игнорировать. Так ведь? Вот, собственно, этот пример с пребыванием в деревне, особенно при закрытых ставнях, когда непонятно сейчас день или темное время суток, светлое или темное время суток, он вполне красноречив. Делаешь, что должно быть, что будет. Когда ты делаешь, что должно быть, что будет, время не имеет на тобой никакой власти. Потому что ты можешь сколько угодно сделать то, что ты должен. А результат этого действия наступает совершенно независимо от тебя, от твоего воли и твоего сознания. Но еще, конечно, страх перед временем связан с приближением смерти. Потому что самый инстинкт смерти, ощущение того, что смерть существует, как говорил Мандельштам, неужели я настоящий или действительно смерть придет, а, собственно, само наличие инстинкта смерти, ощущение смерти связано с верификацией живого существа как чего-то настоящего, как принадлежащего к человеческому роду, потому что у животных нет инстинкта смерти. Нет этого ощущения смерти, оно есть только у человека. Только человек в состоянии рационализировать смерть и задать вопрос, что это такое. Этим он как создание Божие, собственно, и по Библии отличается от всего остального мира, созданного до него. Это ощущение, поскольку время приближает нас к смерти, а не отдаляет от него, как принято считать, то страх перед временем – это и страх перед смертью. Но это верно и в обратной последовательности. Страх перед смертью – это страх перед временем. Потому что время – это сила, приближающая нас к смерти. А смерть мы воспринимаем как некое состояние, которое совершенно недоступно нашему пониманию. Но единственный субъект, о котором нам точно известно, что оно приближает нас к смерти – это время. Это даже не Господь Бог, потому что Господь Бог для нас слишком далек, и Он актуализируется для нас, развертывается для нас именно в категории и понятии времени. Это некий счетчик, который тикает внутри нас. Мне кажется, вот еще немного, и этот флажок упадет. Но спрашивается, почему это страшно? Ведь мы не знаем, что будет потом. Всякие страшные болезни, которые якобы ведут к смерти, хотя они к ней совершенно не ведут, они возможны, собственно, все эти болевые ощущения, возможно, безо всякой смерти. И они не сопряжены со смертью. Просто человек болеет, и ему очень тяжело и больно. Но это же не смерть, это жизнь. То есть получается, что источник этой боли жизни зачастую смерть избавляет от этих ощущений. Смерть страшна именно как неизвестное, как то, с чем мы никогда не сталкивались в жизни. И не можем столкнуться, потому что смерть, собственно, подводит под ней черту. Это страх перед непознанным и непознаваемым. и несет на основной блюдечке с голубой каемочкой к этой абсолютной точке страха именно время. Не пространство, потому что в пространстве мы абсолютно чувствуем себя адекватно в той роли, которая нам отведена. И поэтому время и смерть в какой-то момент смыкаются в определенные точки. Неоплатонники говорили о том, что… Ну и, собственно, эта мысль была развита тоже классиками психоанализа, которые пошли за Фрейдом, во многом отрицая его учения, например, Адлером, что главной проблемой у человека является неудовлетворенное сексуальное влечение и даже не агрессия, не тяготение к смерти марксида, а неудовлетворенность смысла, понимание смысла собственной жизни. Относительно смысла, и чем дольше тикает счетчик, тем эта неудовлетворенность становится для нас актуальнее. Что касается смысла жизни, мне кажется, ничего не описывает эту историю лучше, чем наш старый русский анекдот о том, как Рабинович оказывается на том свете и спрашивает апостолы, зачем он жил, в чем был смысл его жизни, на что апостолы отвечают. Ну знаешь, в 1972 году ты ехал в поезде Москва-Ростов-на-Дону, и тебя попросили передать соль за соседний столик в вагоне ресторана. Ну, говорит Рабинович, ну вот. Вот таков и был смысл жизни. И чем больше мы понимаем, что смысл жизни может быть достаточно простым в таком формате, что он не обязательно должен быть сопряжен с реализацией на миссии гения-героя, тем проще. Но зачастую этим Рабиновичем может стать только по ту сторону фокуса, на той стороне восприятия реальности. А по эту сторону все-таки чем дольше тикает время, тем больше нам кажется, что это время совершенно проходит для нас безвозвратно, и мы упустили те возможности, которыми объективно располагались с момента рождения. И поиск выхода из этой ситуации часто подталкивает человека к совершенно экстремистским проявлениям. Ведь сами по себе экстремистские проявления человека не связаны ни с религией, как это часто утверждается, особенно сейчас на фоне разговора ислама. Но, собственно, само неприятие ислама как фактора экстремизма опять же продиктовано европоцентричным подходом ко всему. Что все, что отвечает европейским ценностям, не может быть экстремистским, это случайные фруктуации отклонения. Ну, словно говоря, если просто человек, разочарованный своими семейными проблемами, пошел и пристрелял школьника в школе, то это нормально. Вот если исламист пошел и пристрелял школьника в школе, то он сделает во имя ислам. Это совершенно другое. Но ясно, что экстремистские самоочувствия растают по мере того, как ты не можешь реализовать себя в заданной парадигме своего существования, когда тебе кажется, что передать соль недостаточно. В то время как очень часто передать соль достаточно. И важнейшая проблема русского менталитета, как мне неоднократно приходилось говорить, состоит в том, что русское сознание не приемлет принципа банальности добра. Вот в свое время Ханна Арент написала книгу об Адольфе Эйхмане в Иерусалиме, которая известна под неформальным названием «Банальность зла», в которой она излагала поведение Адольфа Эйхмана на процессе, когда израильские спецслужбы его выкрали, из Латинской Америки привезли в Израиль и судили его за окончательное решение еврейского вопроса. И основная мысль Ханна Арент стояла в том, что Адольф Эйхман вовсе не был классическим злодеем, он не служил злу. Он просто был обывателем, выполнявшим приказы и исповедовавшим свой каждодневный долг. Но ведь банальность зла и банальность добра – суть одно. И тот же Адольф Эйхман совершенно справедливый. Если бы он получал другие приказы и исповедовал совершенно другой каждодневный долг, он был бы абсолютно нравственным и правильным человеком с европейской точки зрения. И идея банальность зла и добра подразумевает, что если ты заботишься о своих детях, если ты плачешь налоги, если ты выбрасываешь мусор в мусорный бак, а не на балкон к своему соседу, ты уже добрый и хороший человек. Совершенно не нужен подвиг, чтобы быть хорошим человеком. Не нужно закрывать амбразору дзота. Для этого существуют совершенно другие мотивы. И поэтому важнейшей психологической задачей мне представляется именно примирение человека со временем. Человек может выйти из гастремистской парадигмы, избавиться от многих неврозов, граничных с психозами, именно если он примирится со временем. Если он поймет, что в течение времени есть такая же банальность добра. Мы же не можем отказаться от времени, правда. Оно дано нам имманентно. Оно исчезнет только тогда, для многих из нас, когда произойдет восхищение церкви, и мы окажемся на небесах, в той зоне вечности, где никакого времени не существует. И мы можем задуматься об этом прямо сегодня. Куда нам торопиться, в сущности? Это относится, кстати, и к политической ситуации в современной России, но мы об этом поговорим, когда я буду отвечать на вопрос. Действительно, управлять временем мы не можем. Все способы борьбы с прокрастинацией, которые так или иначе объединены под термином time management, то есть управление временем, они, конечно, в значительной степени содержат в себе элементы блефа. Потому что борьба с прокрастинацией, вот этот сам time management, он предполагает признание времени по часам каким-то важным фактором. Знаешь, вот надо смотреть на часы, чтобы узнать, что с тобой происходит. А чтобы победить прокрастинацию, смотреть на часы как раз не надо. Нужно только действовать именно в той самой парадигме, делать что должно быть, что будет. Не важно, сколько времени требуется тебе, чтобы написать великий роман, который получит Нобелевскую премию, или вспахать сад, райский сад, который даст невероятные, неведомые плоды. Не важно, ты просто не смотри на часы, ведь когда-то это произойдет. И уже потом, постфактум, ты сможешь определить это применительно к фактору времени и решить, что количество затраченного физического времени не имело никакого значения. Абсолютно. Для реализации этой затеи. Что даже если в глубокой старости ты реализовал это, это все равно нисколько не отдаляет тебя от самоосмысления и самоосознания твоего жизненного задания. Я твердо убежден, что человек умирает в тот момент, когда исчерпаны его жизненные задания. Это жизненные задания, конечно, формулируется Господом Богом, и постичь его невозможно, но по косвенным признакам о нем можно судить. Есть много живых физических примеров того, как люди пролонгировали свое жизненное задание. Например, одна известная дама-журналист, которая была больна раком в четвертой стадии, неожиданно узнала, что у нее есть сын, о котором она думала, что он не существует, потому что ее родители, ее номенклатурные родители отдали его в детский дом, и он родился с диагнозом детский церебральный паралич. И уже когда она должна была совсем умереть, как говорили все возможные врачи, сын позвонил ей и сказал, что он жив. В результате она проживает еще, по-моему, лет 15 или даже больше, потому что у нее появилось новое жизненное задание заниматься своим сыном, о существовании которого она ничего не знала до его звонка. Собственно, сами технологии пролонгации жизни человека в старости, которые сегодня применяются на коленке, например, изучение иностранных языков стариками. Да, потому что у человека появляется новая задача, выучить иностранный язык задача достаточно сложная, он активирует весь свой мозг, самые разные возможности в организме, продолжает жить. Это палеотив, конечно, это симуляция, пролонгация жизненного задания, поскольку такого жизненного задания изучить иностранный язык быть не может. Жизненное задание должно состоять в чем-то другом. И в этом смысле общее старение лидеров в мире меня очень радует. Например, сейчас происходит предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, в которой все фавориты этой кампании, им или будет 70 в этом году, или уже за 70. И никто не говорит, что это плохо, что это старость. Вот в 2008 году, когда нынешний президент США Барак Обама боролся с сенатором Джоном Маккейном, Маккейном было 72 года, и общим местом было, что 72 года — это очень много, чтобы начинать быть президентом. Несмотря на то, что, например, Рональд Рейган стал президентом за месяц до своего 70-летия. Сейчас уже никто не говорит о том, что 70 лет — это много. 70 лет — это может быть очень мало. Человечество в Пилове Раводолея, которая формально началась в феврале 2003 года, когда, в принципе, представления о возрасте и об активном, дееспособном возрасте совершенно меняются. И я абсолютно убежден, что медицинские технологии, которые позволят человеку продлить свое физическое вещество до 120 лет, будут доступны уже на нашем веку. Причем как мобильный телефон, например, купил 25 лет назад впервые за 2000 долларов, а сегодня такой же телефон стоит 100 долларов. Так и медицинские технологии будут абсолютно доступны в том числе и в финансовом плане. Они перестанут быть какой-то элитной игрушкой. Они станут совершенно доступны, но именно как приложение пролонгации самим человеком психологически своего жизненного задания. Потому что нужно понять, к чему ты предназначен, почему ты должен жить дольше. А если ты не должен жить дольше, то тебя ждет смерть, которая пугает тебя только неизвестностью и больше ничем. К смерти это не страшно. Когда, в принципе, ты поступаешь в высшее учебное заведение и приходишь на экзамен, ты также боишься этого экзамена как акта неизвестности. И ничего больше. Ведь, собственно, ты уже выучил урок, и ты готов на него отвечать. Ты просто не знаешь, как это происходит и что будет потом. Какую оценку тебе поставят. Смерть — это точно такой же экзамен. И ничего больше. Ты не знаешь, как это будет происходить, и не знаешь, что будет потом. Но когда ты соберешься с мыслями, ты поймешь, что все это совершенно не страшно. Что значит, если тебе суждено умереть сейчас, то просто твое жизненное задание исчерпано, но это не хорошо и не плохо. Это так. Поэтому возвращаясь к вопросу о времени, время, ко времени нужно относиться как к хорошему собутыльнику, я бы сказал. Пусть время течет. Когда-то его не будет для нас, когда-то он совершенно остановится, и это, безусловно, бессознательное влечение любого человека. Именно бессознательное, а не сознательное. Нас тянет к тому, чтобы оказаться вне времени, потому что это исключит главный страх. Страх перед окончанием этого времени. Но окончание этого времени отключится по ту сторону фокуса, как опять же подробно изглажил нам блаженный Августин. Когда мы предстанем перед участью и лицом сил, для которых время не имеет никакого значения, для которых важна только вечность. И мы сами сможем соприкоснуться с этой вечностью. И в режиме вечности все земные достижения, которые так или иначе являются в функции времени, совершенно не важны. Ни в одном глазу. Поэтому главное, к чему мы можем стремиться, это именно к исчерпанию ощущения времени как угрозы. Это задача психоанализа. В том числе и самопсихоанализа, осмысление нами самих себя, тем, кем мы есть, и тем, кем мы будем. Поэтому бег времени не страшен. Он приближает нас к идеальному равновесному состоянию, в котором реализуется наше жизненное задание, или, может быть, окончание этого нашего жизненного задания. И поэтому мы можем поблагодарить время только за то, что оно создало нам столько искусственных страхов, которых мы, может быть, и не достойны. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку с микрофоном, подойдем. Да, любые вопросы про Путина, кровавый режим и все прочее тоже приветствуются, хотя они имеют отношения к теме лекции. Большое спасибо за интересную лекцию. Вопрос такой, вы как бы изложили точку зрения на время верующего человека, религиозного, так я это понял. Как быть человеку неверующему, атеисту? Знаете, я не очень верю в существование атеиста. Ничего, что я буду отвечать сидя, но я просто сломал ногу недавно, и мне это было бы комфортнее. Я не очень верю в существование атеиста, как такового. Просто в России еще не с большевистских, даже с Петровскими, с большевистских времен схожила мощная языческая религия, которую как бы вытеснила православие. Коммунизм был идеальной формой этой языческой религии, потому что он наделен абсолютно всеми признаками религии. У коммунизма есть своя эскатология, своя мифология, свои святые, свои мощи, и именно по этому вопросу Мавзолея Владимира Ильича Ленина так остро стоит по сей день. И поэтому наш атеизм — это такая крипто-религиозность, это одна из форм религиозности. Мы же все равно верим в конец света и в то, что есть некие технологии конца света, даже исходя из атеистических представлений. И много общаясь с людьми, которые позиционировали себя как атеистов, я находил, если глубже покопать, именно и существенно религиозные черты в них. Абсолютно. Извините, что я употребляю местоимение в третьем лице, потому что в данном случае речь идет и о вас, авторе этого вопроса. Поэтому я не вижу здесь принципиальной грани. Атеист для меня — это человек, который просто исповедует альтернативную религиозную доктрину. И если говорить о страхе перед временем, о чем мы говорили сегодня, то если его анализировать, то точно так же у религиозного человека есть страх перед временем в силу неизвестности того, что будет после конца его собственного времени. И у атеиста есть страх перед временем точно такой же. Только может быть продиктованный другими альтернативными внутренними для него мотивами. Но я абсолютно уверен, что в конечном счете и Эра Водолея тоже к этому ведет. Начавшаяся, как мы с вами говорили, в марте, в феврале, прошу прощения, 2003 года, что границы между религиями будут стираться. А это значит, что будут стираться и грани между религией и атеизмом. Что атеизм в его традиционном понимании, как он был порожден просвещением, в качестве, в первую очередь, негативной реакции на социальную роль церкви больше ни на что. То есть атеизм не был мировоззренческой доктриной как таковой, он был доктриной именно социальной. А вот это стирание грани между разными конфессиями, к которым относится атеизм, оно снимет тот вопрос, который вы сейчас поставили. Вы говорили про задачи, которые ставит Бог перед человеком. Все-таки на ваше ощущение, на ваш взгляд, какие это задачи? Ну, считается, наверное, что посадить дерево, вырастить сына, написать книжку, это такая аксиома вроде бы. Но если вы сказали про соль, например, эту историю, все-таки что еще, кроме классики, что, на ваш взгляд, является смыслом жизни человека? Спасибо. Этот смысл человек формирует сам в своем непосредственном взаимодействии с Господом Богом, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Да, вырастить дерево, так сказать, и так далее, это все-таки вещи очень интеллектарные. Ведь часто человек реализует в своей жизненной задании в абсолютной нищете и в полном ничтожестве. И зачастую создает некие образцы, которые потом становятся столетия спустя привлекательны для многих. Знаете, вот Моцарта похоронили в общей могиле. И для своих современников Моцарта был абсолютный маргинал. Бетховен оглох. А почему Бетховен оглох? Потому что, если бы он не оглох, то он бы слушал музыку сфер. То есть, Господь запретил ему заниматься музыкой. Это очень показательно. Потому что он был слишком, он был гиперодарен для этого. Или, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, да, ведь был тоже абсолютно маргинальным человеком для своего времени. Он стал камер-юнкером в 30 с лишним лет, что было абсолютно позорно с точки зрения социального статуса. Впрочем, он был приложением к жене. И умер, задолжав крупные суммы денег своим контрагентам. Сегодня мы об этом не задумываемся, потому что эти люди уже воспринимаются нами в историческом контексте совершенно по-иному. но это было именно так. Тот воркшот, как сказано в Писании, собственно, самые ничтожные люди по эту сторону Фокса станут великими. Потом он остается неизменным. И поэтому в моем понимании не нужно слишком сильно концентрироваться на том, какое жизненное задание тебе дано. потому что он раскрывается тебе в первую очередь в непосредственном интуитивном опыте общения с Господом Богом. Это не подлежит никакой рационализации. Невозможно написать бизнес-план для человека. Просто в какой-то момент человек понимает, что это должно быть так, а не иначе. Осознавал ли Моцарт себя ничтожеством? Да, вполне возможно. Ведь он совершенно не осознавал себя великим. Все изучения Моцарта об этом свидетельствуют. Он вопрос человеку, который постоянно отбивался от жизненных неурядиц. И у него в конце концов не хватило денег на достойные похороны. И он умер в 37 лет. Вот видите, весь этот феномен возраста гения, он еще раз свидетельствует о том, что время не настигает нас. Не важно, когда ты умер. Важно, выполнена ли твоя миссия, которую ты в полной мере или даже частично не контролируешь и не управляешь. Поэтому об этом не надо переживать. Нужно, как мне представляется, жить в соответствии с собственными представлениями о том задании, которым тебе дано. И Моцарк здесь абсолютно идеальный образец. Он жил в соответствии с тем заданием, которое ему дано. И написал реквей именно в тот момент, когда я должен был умереть. Вот поэтому высшее счастье человека — это написать реквей именно тогда, когда ты уже должен умереть. Не раньше, не позже. — Я, наверное, дам этот вопрос. Он у всех, видимо, в душе, но никто не задает. Что эра Водолея говорит про эру Путина? — Эра Водолея говорит про Путина следующее. Что Путин идет против истории. Потому что сама логика истории в эру Водолея, начавшейся в 2003 году, говорит о том, что будет происходить безусловное смешение границ между нациями, странами, цивилизациями. Что все развитие человечества будет направлено на раскрытие творческого потенциала этого человечества. Что толерантность, терпимость станет доминирующей ценностью, а наоборот не духовные скрепы, которые сегодня активно внедряются. Что эпоха рыб была эрой войны, когда с помощью жесткой военной силы решались ключевые вопросы мироздания человечества. В эру Водолею напротив. Компромисс между разными группами человечества, между отрядами его, классами и типами будет решать ключевые мировые проблемы. Поэтому, а никто еще, кто шел против истории, никогда не выигрывал. Ни в долгосрочной перспективе, ни в краткосрочной. Вот в краткосрочной перспективе я могу привести пример Наполеона Бонапарта, который выигрывал до тех пор, пока шел сообразный соразмерно ходу истории конца 18-го, начала 19-го веков. То есть, пока он был фактически распространителем идеи Великой Французской революции в Европе. У него все получалось, он побеждал. Он выигрывал одну битву за другой. И взял под контроль значительную часть Европы не военной силой, а, собственно, самим комплексом идей, которую он олицетворял. Но как только Наполеон Бонапарт стал обычным третьеразрядным европейским монархом, который пытался удержать контроль над своей империей путем установления родственных связей с германскими князьями, а потом с австрийским императором и российским императором, ведь один из важных поводов для войны 1812-го года был отказ императора Александра Первого, нашего советского, выдать его сестру Анну Павловну, за Наполеоном, после чего Наполеон переключился на Марию Луизу, австрийскую принцессу. Как только Наполеон прошел против Истаря, он проиграл. И если говорить о войне 1812-го, на самом деле первым сигналом к поражению Наполеона было даже не вторжение в Россию, а война в Испании, интервенция в Испанию, заведомо обреченная. Но если говорить об отечественной войне 1812-го года, которая привела к уничтожению Великой Армии, то можно сказать, что она началась сугубо по династическим причинам и ни по каким другим. Во-первых, из-за Анны Павловны, о чем я уже сказал, во-вторых, из-за желания Наполеона Бонапарта поставить королем Польши своего незаконно рожденного сына Александра Валевского от польской кинькини Марии Валевской, что было невозможно без разгрома военного России. Но когда война началась, а Наполеон переправился через Неман 22 июня, в тот же самый день, только не 1941-го, а 1912-го года, то лучшие умы Европы, включая Италия, Ирана и Миттерниха, говорили о том, что, конечно, Наполеон разгромит Россию за три месяца, и вообще вопросов здесь нет. И так оно и было. И в начале сентября 1912-го года ближайшие родственники императора Александра I, например, великая княгиня завдовствующая императрица, прошу прощения, Мария Федоровна, и великий князь Константин Павлович, его младший брат, говорили о том, что надо сдаваться Наполеону на почетных условиях. Тем не менее, этого не произошло, и Россия каким-то чудом выиграла войну, чем был освящен манифест императора Александра I 31 декабря 1812-го года, в соответствии с которым ни император, ни русский народ могут приписать себе заслугу победы в Отечественной войне, но только Господь Бог, который судил такой исход. Поэтому всякий, кто идет против истории, проиграет. Как это произойдет и почему, совершенно непонятно. И на примере Наполеона я пытался вам показать, что объективных шансов проиграть войну 1912-го года Наполеонов почти не было. Наполеона почти не было, по мнению лучших умов аналитиков и политологов того времени. Но тем не менее, это случилось. Это случится и с Владимиром Путиным. А как это произойдет? Мы скоро узнаем, но я не знаю, как именно и почему. Вы говорили сейчас о личности Путина. Но мне кажется, все больше и больше пессимизма у креативной прослойки в связи с тем, что дело-то, наверное, не только в нем. И лично Владимир Путин может проиграть, а что делать с 86% наших сограждан. Может быть, мы маргиналы здесь? Конечно. Конечно. История вообще движет вперед фрики и маргиналы. И лузеры. Вот три категории. Фрики, маргиналы и лузеры. Это все три иностранных слова, ничего, что я их употребляю. Абсолютно идеальный пример фрика, маргиналы и лузера в человеческой истории это Иисус Христос. Вот большего лоха, просто невозможно найти. Те-то человек, который сформировал достаточно мощную базу поддержки в Израиле своего времени и мог взять светскую власть. Он мог вытеснить Синитрион полностью, взять светскую власть и потом выгнать римлян, подняв народное восстание. Он ничего этого не сделал. И вместо этого он со своей горсткой, жалкой горсткой соратников приперся в Гефсиманский сад, где все, что он совершил, это молился о чаше и просил, чтобы исполнилась не его собственная воля, а воля Отца, которая исполнилась. После чего Иисус Христос пошел на крест. Но сегодня сколько христиан в мире? Более двух миллиардов. Это такая мощная история успеха. То было 12 человек, стало больше двух миллиардов. Правда, для этого пришлось пойти на крест. В этом смысле 86% не имеет никакого значения. Они полностью ориентируются на вектор, задаваемый меньшинством. Активным творческим меньшинством. То, что в стране существует кризис активного творческого меньшинства, это безусловно. Оно не сформировано. Если бы оно было сформировано, то уже и судьба страны была бы совершенно иной. Оно не сформировано именно потому, что мы очень зависимы, а я надеюсь, что все здесь присутствующие хотя бы теоретически относят себя потенциально к этому активному творческому меньшинству. Мы очень зависимы от этих представлений о большинстве. А поддержит ли нас большинство? Нет. Оно вас никогда не поддержит. Пока меньшинство не консолидируется и не станет в моральном и духовном смысле слова властью. Скажем, в конце 80-х годов, 20-го века, где большинство здесь присутствующих уже, так сказать, живы вполне осмысленной жизнью. Ведь активное творческое меньшинство не было у власти. Вспомним слова покойного академика Афанасьева об агрессивно подскучном большинстве, которое он сказал с трибуны первого съезда народных депутатов СССР в конце мая 1989 года. Нет. Но умами завладело именно активное творческое меньшинство, и в этот момент крах Советского Союза стал уже неизбежен. Что бы ни говорил с трибуны съезда и сколько бы вооруженных отрядов Михаил Горбачев не посылал на подавление тех или иных беспорядков в разных местностях СССР, как тогда это называлось в официальных сообщениях. Поэтому здесь проблема именно в комплексе неполноценности меньшинства. В нашем комплексе неполноценности. Мы считаем, что мы никогда не сможем взять это под контроль. Сможем? Давайте напряжемся сейчас, выйдем из этой аудитории. Не прямо сейчас, только я вас умоляю. А то тем самым вы простимулируете мой комплекс неполноценности через непродолжительное время. И поймем, что просто надо немного подождать. Но нужно свою позицию артикулировать и нести абсолютно бескомпромиссно. В этом, собственно, и залог принадлежности к активному творческому меньшинству. Да, тем самым мы отрезаем себя от благ путинской цивилизации. Мы не пойдем в «Газпром» или в «Роснефть». Тут у каждого свои приоритеты, надо просто решить, какие они. Здравствуйте, Станислав Александрович. Здравствуйте. Ну, вы знаете, я вот так сейчас посидела, подумала, послушала все это. И вот какой вопрос у меня возник. Смотрите, получается, 13 лет мы уже живем в эре Водолея. 13 лет тобой и Господом храним. Помните, как известный Водолей Владимир Семенович Высоцкий написал Марине Владе в своем предсмертном стихотворении. Прости, что вас перебил, да. И это вот та самая эра, которая про стирание границ. А почему же вот мы никак за эти 13 лет не научились думать о себе как о субъектах мира? Почему мы так привязаны вот к своей русскости, русскоязычности? Почему мы себя идентифицируем исключительно как россиян? Да, вот мы не думаем о себе как действительно как о людях мира. Почему мы по-прежнему страдаем вот этим комплексом Путина? Вот мы здесь все собрались и только об этом хотим вас спрашивать. На самом деле послушали про время, конечно, спасибо, но в целом нас Путин волнует. Ну я знаю, что вы захотите спросить про Путин. Ну вот как так. Но читать лекции о нем было бы неудобно, пришлось про время. Да, я всегда в некоторое время назад пришла в голову идея, что россиян это прекрасная армянская фамилия. Это хороший вопрос. Зачем мы терзаем и комплексом Путина? Мне кажется, все-таки депутинизацию действительно надо начинать с себя. Никого Путина уже не существует. Я вас уверяю. Ведь все, что мы видим вокруг себя в контексте Владимира Владимировича Путина, это абсолютно, как сказал Алексей Максимович Горький в пьесе «Последнее» трагический балаган. Например, вчера утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что после полуночи случится что-то очень важное. Но автор Медден ничего не произошло. Собственно, был какой-то абсолютно вялый разговор Владимира Владимировича Путина с европейскими лидерами и президентом Украины Порошенко о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Я прошу прощения за упоминание тех пошлых терминов на фоне лекции о времени, которые я только что читал. Все это абсолютно смешно. Совершенно ясно, что разговор после полуночи проводился только для того, чтобы его послушал президент США Обама. Никакой другой цели проводить этот разговор так поздно не было. И это очень напоминает эпизод из известного сериала «Карточный домик». Его герой – президент Соединенных Штатов, в котором играет Кевин Спейси, Фрэнк Андервуд, говорит, что давайте позвоним президенту России после зачтения послания президента в «State of the Union address». Ему говорят, что в Москве будет 5 утра, на что он отвечает, ну, конечно, президент России будет меня слушать, поэтому ничего страшного, звоните. Все это как-то очень мелко и жалко, именно так мелко и жалко, как во второй половине в 80-х годов. Это было, хотя тогда я был юношей, абсолютно привязанным, завороженным этой властью советской. Конечно, я считал, что она никогда не кончится, но то, что она становится мелкой и жалкой, становилось, понятно, даже мне, человеку совершенно безжизненного опыта и с минимальным образованием в то время. Сейчас это все просто балансируется огромным силовым ресурсом, который брошен на сдерживание всех и всяческих социальных процессов. Ну и во многом Владимир Путин, мне кажется, изменился после пленения Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника одной из фирм, которая была подрядчиком агентства по национальной безопасности США, который объяснил Путину, насколько Соединенные Штаты Америки могут прослушивать разговоры всех людей, живущих на этой земле. Скажем, что лет 10 назад вышел голливудский фильм «Враг государства», где главные роли играли Уилл Смисс и Джин Хэкман, где прямо рассказывают, как спутник все прослушивает и просматривает тебя. И тогда я подумал, если человек идентифицирует себя как православный христианин, то есть как человек, который должен понимать, что Бог все видит, почему же он так боится прослушек? Ведь прослушка Господа Бога гораздо страшнее. Поэтому никакой конкретной, мне кажется, никакого конкретного сценария технологии того, как Владимир Путин уйдет от власти, быть не может. Точно так же, как 19 августа 1991 года, мы все были абсолютно убеждены в том, что ГКЧП выиграет. Ну не мы все, конечно, но многие из нас. А потом чудесным образом через три дня ГКЧП проиграл, просто потому, что он пошел против истории. Так будет и на этот раз. Если позволите, еще один вопросик, все-таки чуть к теме лекции, ближе. Есть ли жизнь после жизни, по-вашему мнению? Конечно. Или мы перерождаемся, как у Высоцкого, кто в растении, кто куда может, если вел себя нормально? Да, кстати, недавно в Фейсбуке я обнаружил блестящую совершенно фразу, не знаю, кто ее автор, в любом случае снимаю перед ним шляпу, которой у меня нет. Что в тот момент, когда ты думаешь о бессмысленности собственного существования, подумай, что ты выделяешь углекислый газ, который потребляют растения. Да, я, конечно, считаю, что жизнь продолжается и по отцу сторону, как это сказано в Писании. И весь вопрос только в том, чтобы совершить этот фазовый переход, чтобы преодолеть страх перед ним, перед этой неизвестностью. Поэтому очень простые бытовые мысли о том, что хорошо умереть во сне в собственной постели, я их полностью разделяю, да. Это лучше, чем страдать перед смертью, думая физически, думая о том, что она все равно придет. Если вы не сосчете вопрос интимным, как вы пришли к вере, ну, если коротко, и второй вопрос, это вот уже связанное с вопросом в первом ряду о консолидации меньшинства, как вы видите формат, просто вот мне, например, не представляется возможным, как можно консолидировать такое маленькое количество на таком большом пространстве, ну, понятно, что многие уже ни в партии, ни во что не верят, это было бы смешно. Ну, понимаете, да? Да. Спасибо. К вере я пришел в девятом классе средней общеобразовательной школы, это было в 1986-1986 году. К этому меня привели длительные размышления о втором начале термодинамики. Я не шучу. В соответствии с которым энтропия в любой замкнутой системе может только нарастать. То есть, поэтому никакой самоорганизации природы и человечества быть не может. Поэтому возникновение всего этого сложного мира, оно не могло бы случиться само собой, вот о чем я подумал. И хотя этому, естественно, противостоит важный аргумент антикоррессионистский о том, что Земля и всем это не замкнутая система, она разомкнута к Вселенной. И уменьшение энтропии по мере усложнений человечества и институтов Земли увеличивает энтропию Вселенной в целом. Это основной антикоррессионистский аргумент, который кажется мне довольно сомнительным, потому что мы не знаем, что происходит во Вселенной. Мы просто не можем этого понять, потому что наше познание Вселенной ограничено скоростью света. Вот в свое время я поступал в медицинский институт в 1987 году. И вот те, кто видели меня на канале «Дождь», я слышал по радиоах и Москвы, знают мой тезис о том, что я претендую на Нобелевскую премию мира. Причем гибридную, двойную Нобелевскую премию по медицине и мира одновременно, потому что, уйдя из медицинского института, я спас тысячи жизней. Но тем не менее, пока я готовился к поступлению в медицинский институт, я прочитал много учебников, в частности учебник оптики, первой фразой которого было «Глаз человека видит прошлое, в скобах исчезнувшее». Что так оно и есть. Потому что мы видим только то, что разрешает нам видеть скорость света. Наш зрительный анализатор, который питается лучом света, достигающим нас не одномоментно за определенное время. Поэтому мы не знаем, что происходит во Вселенной. Мы смотрим какую-нибудь далекую звезду, а до нее миллион световых лет. Мы видим то, что было на ней миллион лет назад, а не сегодня. Поэтому мы не знаем, нарастает энтропия Вселенной или нет. Но то, что без труда не вынешь рыбу из труда и камень не может сам себе полететь вверх, а должен быть подкинут рукой человека, чтобы полететь вверх, мы это знаем на собственном опыте. Вот эти все раздумья привели меня к тому, что этот мир должен быть кем-то сотворен. И потом я изучал антропный принцип, в соответствии с которым этот мир должен был кто-то увидеть, чтобы оценить его совершенство и несовершенство. Это первая часть вашего вопроса. Вторая, что касается меньшинства, то тут самое главное – это самоосознание, самоосмысление меньшинства. Не нужно торопиться каким-то прикладным мелким успехом в рамках этой системы. Нужно осознать себя в качестве субъекта, в качестве лица, который может прийти на смену этому. Не большинству, а меньшинству. Вот тому меньшинству, достойный представитель которого, например, Слава Никонов, известный как внук Молотова, Риббентропа, идет на акцию «Бессмертный полк» с портретом Вячеслава Михайловича Молотова. Ну, если твой дед кровавый палач, то зачем же так уж рекламировать это мероприятие. Вот когда есть некое самоосмысление того, что эти люди разбегутся, а мы останемся, и когда мы перестанем комплексовать по этому поводу, тогда нам будет легче ощутить себя тем самым творческим меньшинством. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела спросить вас, когда вы поняли свое жизненное признанное значение, ваше задание, и как вы к этому пришли? Спасибо. Я этого не понял до сих пор. И, собственно, я пытался в рамках основной темы лекции донести свое мероприятие, что это вообще невозможно понять как правило. Просто нужно смириться с тем, что это ощущение приходит только в определенный момент времени, и когда оно придет, мы не можем точно судить. Я и сегодня этого не понял, но, пожалуй, главный рог, который извлек из моей жизни, состоит в том, что маленьким человеком быть хорошо. Да, конечно, как всякий русский человек в молодости, в юности, в молодости. Я мечтал о том, чтобы стать гением и героем. Я, кстати, поменял четыре специальности ради того, чтобы реализовать себя на все более и более высоком энергетическом уровне, двигаясь по спирали. Но сейчас я понимаю, как хорош маленький человек, который просто решает свои маленькие жизненные задачи и помогает тем самым окружающим. И меня абсолютно устроит, что я умру, не став ни гением, ни героем. Вот, наверное, в этом какой-то палеотив осмысления мною своего жизненного задания. Как по вашему ощущению времени у мужчин и у женщин? Чем различается? Ничем, абсолютно. Абсолютно ничем. Это просто, опять же, в нашем патриархальном мире, а в России, собственно, псевдопатриархат, потому что здесь право принятия решений приписывается мужчинам, а обязанность принятия решений взлагается на женщин. Но в этом псевдопатриархальном мире считается, что женский счетчик тикает быстрее, чем мужской. Это абсолютно не так. Потому что главное достоинство женщины это сексуальная энергетика, а она совершенно не обязательно с возрастом проходит. Она зачастую и нарастает. Поэтому это просто уродливое порождение нашего псевдопатриархата представление о том, что женское время тикает быстрее. Это не так, на мой взгляд. Вы очень умный человек, не могли не думать о будущем, поэтому хотелось бы ваше мнение о том, как будет развиваться цивилизация в ближайшие 50-70 лет. Вот основные такие вехи, так скажем. И второй вопрос. Как будет развиваться культурная и языковая среда, это будет унификация, идти и стремиться к каким-то сначала крупным блокам по языкам и культуре, либо наоборот будет разбиваться, наоборот, идентификация такая по своим языковым и культурным отделениям. Ну и третий маленький вопрос. Можно с вами в конце сфотографироваться. Сфотографировать со мной можно всегда, и в конце, и даже в начале. цивилизация будет развиваться так. Коротенько. Я уже пытался об этом говорить. Просто для меня это практически. Я жить буду в это время. Мне просто сориентироваться. Ну вы не пугайте нас, а мы что? Мы тоже собираемся, вроде как. В основном все порой Путина тут живут. Я, собственно, уже на 50-70 лет. Да, кстати, в Арубдалее Путин может еще прожить лет 50. Я согласен. А просто где? В каких обстоятельствах? Мне представляется, что цивилизация будет развиваться… Сейчас мы находимся на пороге невероятных скачков в области технологического прогресса. Я, собственно, пытался уже об этом говорить. Те же самые биотехнологии, медицинские технологии будут расцветать пышным цветом. При этом медленнее развиваться будут технологии, связанные с пределами познания, как я считаю. Потому что в мире есть в основном Господом Богом пределы познания, которые нельзя переходить. В частности, это познание космоса. Ведь еще 30 лет назад, не только читая фантастов, но исходя из некого внутреннего самоощущения, мы считали, что сейчас, в 2016 году, например, мы будем ездить к далеким планетам как себе на дачу по выходным. Но этого ничего не произошло. Больше того, космонавтика скорее сворачивается и приобретает исключительно прикладные рамки, типа изучения индов за апреля, а зимы, какие-нибудь прогнозы климата и так далее. Поэтому космонавтика особенно развиваться не будет особенно пилотируемой. Но технологии информационные, биологические, медицинские будут развиваться стремительным домкратом так быстро, как никогда ничего не развивалось в истории человечества. И уже там через 10 лет мы не узнаем это человечество. И транспортные технологии будут развиваться. То есть появятся поезда со скоростью там 800-900 км в час, то есть сравнимые по скорости с нынешними самолетами. Совершенно вообще изменится вся коммуникационная среда человечества. То есть то, собственно, против чего выступает современная Россия и Путин путем какого-то нечеловеческого количества абсурдных запретов, которые не сработают все равно. Не сработают, все они рухнут. А как вы тяжкие падут, темницированы буквально через несколько лет просто в силу абсолютной несовместимости этой системы запретов с технологическим вектором развития человечества. Культурные среды будут развиваться двунаправленно. С одной стороны будут все более цениться жемчуга и бриллианты каких-то этносов, языков, в том числе неизведанных и неразведанных. С другой стороны, конечно, все будет развиваться все более будет в рамках глобальной коммуникационной среды. Люди будут все лучше понимать друг друга и уже человек, который знает 5-6 языков через 10-15 лет будет абсолютно обыденным явлением, а не исключением как сегодня. С одной стороны будут формироваться эти культурные гетто, защищающие культурную исключительность. С другой стороны, поверх этих культурных гетто будет формироваться транснациональная языковая среда. Вот что будет. Я в этом абсолютно убежден, и любые попытки противостоять этим трендам несут гибель тем, не физической, может быть, гибель, но ментальной, моральной, кто будет пытаться этому противостоять. Я хотел спросить к первой теме о добре и зле. Вот вы говорите, что цель человека — жить, исполняя свое предназначение, которое дал ему Господь Бог, которое от него сокрыто. В этом смысле непонятно, чем, например, Моцарт отличается от Гитлера, который и тот, и другой для чего-то жили, им было неизвестно зачем, и действовали так, как считали нужным. В этой связи хочется узнать, а есть ли люди, которым чье поведение или действие а вы бы осудили, так же, как вот что такое хорошо, что такое плохо? Расскажите, пожалуйста. Я говорю о том, что Гитлер — типичный пример комплекса неполноценности по Адлеру, который стремился к гиперкомпенсации этого за счет абсолютной власти, который очень правильно угадал основные тренды и тенденции своего времени, но если говорить о библейской миссии Гитлера, эта идея, которая сейчас я изложу, не очень популярная, но я ее придерживаюсь, она состояла в исполнении Ветхого Завета, потому что в соответствии с Ветхим Заветом евреи должны были обрести государство в Ханаане, там, где реки текут мураком и медом, но к 30-м годам 20-го века это стало почти на практическом политическом уровне невозможным, потому что евреи Европы почти полностью ассимилировались и перестали быть евреями, и единственным способом прекращения ассимиляции евреев и, соответственно, создания еврейского государства, как это сказано в Ветхом Завете, это, как мы знаем, договор, это брит, исполнение Ветхого Завета стал Холокост, поэтому Гитлер был орудием Божиим по исполнению Ветхого Завета. Если любой из нас, кто читал Ветхий Завет, знает, что эта книга не преисполнена милосердия, что Господь всегда был максимально жесток, к своему избранному народу, тогда, когда избранный народ отпадал от него, когда он начинал поклоняться Заветовому Тельцу и перестал соблюдать заповеди, данные на Синае. Поэтому орудием этого процесса был и Адольф Адольф Алоидович Шекольгорода. Это сложная тема, я знаю, что немногие меня поддержат, в том числе в этой аудитории, но пока не мигде здесь есть о чем говорить. Что касается моего отношения, кого я должен осудить сейчас? Скорее не тесно, осуждается ли вы кого-нибудь. И правильно, я понял сейчас, что человек любой может делать все, что угодно, это просто предназначение данное Богом, и нет такого понятия, что вот стоит поступать так или иначе, то есть вот человек обдумает о своей жизни дальнейшей. Нет, стоит поступать так или иначе, но чего точно не стоит, это означать себя судьей и прокурором, не имея достаточных оснований для занятия этих лакантных должностей. Жизнь и биография каждого человека должны рассматриваться в объеме. То есть я бы не взялся. осуждать во всем случае публично многих людей только потому, что они мне не нравятся, потому что я очень мало знаю о них, потому что я не американский спутник, который в состоянии все прослушать, но даже если я был американским спутником, то слушать формально, что говорит человек и фактически понимать, что он имеет в виду, это не одно и то же, ибо Господь Бог оценивает не сами поступки, а мотивы поступков. И в этом смысле он готов оправдать существую убийцу и изничтожить как черепаху главу благотворительного фонда, если он будет считать, что убийство принесло человечеству некий позитив, а благотворительная деятельность была насквозь лицемерной. То есть мы не знаем, что есть добро, что зло, что делать, что следует делать, к чему относиться как к хорошему, к чему относиться как к плохому. Нет, мы это знаем, это написано в Писании. Я просто призвал бы всех присутствующих воздержаться от категорических оценок в отношении людей, относительно которых нам известно немногое. Вот если мы хорошо знаем какого человека, да. В этом смысле я бы сказал, что в России есть разительное отличие, различие между понятиями публичной и частной репутации. Публичная репутация это то, что о человеке пишут в газетах. Частная репутация это то, что о нем знают его близкие, знакомые и друзья. Мне в моей жизни очень часто помогали плохие люди. Вот типа системы Березовские. А хорошие люди не помогали, потому что они считали, что им это невыгодно. Зачем мне помогать? Толк-то какой? Какой политический капитал заработаешь на том, что поможешь несчастному Белковскому? Да никакого. Поэтому я отношусь к этому достаточно деликатно и призываю к этому всех. Судите о тех людях, которых вы хорошо знаете. Используйте институт частной репутации, а к институту публичной репутации. Относитесь весьма осторожно, поскольку чем человек более положительный с точки зрения публичного восприятия, поверьте мне, тем больше у него скелета в шкафу. И рано или поздно эти скелеты выйдут на такой парад, что путинский парад 9 мая покажется детским утренником. Вы упомянули о том, что, может быть, не совсем корректно я помню саму фразу, о том, что русский народ не приемлет обыденности добра. То есть раскрыть это понятие, в чем причина, почему именно есть национальная специфика у этого. И второй момент, все, о чем практически мечтает человечество в техническом плане, так или иначе реализуется. Если мы вспомним фантастику, там есть путешествие во времени, есть причина, то есть какова причина этого желания и будет ли это. Причина того, что русский человек не приемлет банальности добра связана с маргинальностью. Я не хочу сказать, что не вкладываю исключительно негативный смысл в этот термин русского народа, потому что он живет на краю обитаемой суши. Мы населяем некую огромную территорию, очень холодную, малопригодную для жизни, и стремимся от этой территории прийти в центр обитаемой суши, то есть в Европу. Эта маргинальность уже диктует необходимость вести себя небанальным образом, потому что преодолеть ее банальным образом практически невозможно. Нет, когда, собственно, поезд будет ходить со скоростью 900 км в час, это будет гораздо проще, но это тоже банальность добра. Кроме того, жить в условиях банальности добра очень скучно для нас. Мы привыкли к экстремальным приключениям, потому что на этой территории никаких приключений, кроме экстремальных, не ведут к существенному и стратегическому позитивному результату. То есть нужно пожертвовать собой, чтобы тебя ценили. А просто жить, чтобы тебя ценили, это сложновато. Слишком большая территория, слишком много проблем. Собственно, главный вопрос путешествия во времени — это можно ли путешествовать во времени так, что если мы путешествуем в прошлое, чтобы не изменить будущее тем самым, раздавив бабочку. Я считаю, что путешествовать во время невозможно, поскольку оно заложено силой нашего воображения. Если здесь вспомнить психоанализ, то Фрейд считал, что сновидение является формой защиты сна, самого физиологического процесса. Но я считаю, что сновидение является формой коммуникации с универсальным разумом. В этом смысле сновидение бывает двух типов. Описывающие сновидения, дескриптивные, которые рассказывают нам о том, что мы есть, и инструктирующие сновидения, которые рассказывают о том, чем мы должны быть. Весь этот мир, пополняемый сновидениями, он бесконечно многообразен. Мы можем путешествовать и в сновидениях, и даже на его граница между чем достаточно тонка и эфемерно сколько угодно широко и далеко. Поэтому да, мы можем путешествовать в прошлое. И это не приведет к изменению будущего, потому что это просто ведет в некую новую параллельную реальность, в которой живешь ты сам, и в которой, возможно, не живет другое человечество, но это не имеет никакого значения. Потому что для каждого человека важно, в какой реальности живет он сам. И объективировать эту реальность глазами человечества почти невозможно. Спасибо. У нас заканчивается время, буквально два вопроса, наверное, уже. Ваше отношение к Юнгу, имея в виду не личное, а каким образом... Лично очень хорошее. Нет, ну, детализирую. По лоскам практически Рамзан Ахматовичу Кадыру. Как оказывал ли он на вас влияние своими работами? Раз. Какие идеи для вас наиболее ценные? И как сквозь призму жизни и духовного роста вы можете сейчас оценить семь проповедей мертвецам? Да. Конечно, Юнг оказывал на меня влияние. Может быть, сам того не желая, не зная. И, собственно, вся идеология коллективного, бессознательного мне по-своему близка. при условии, что мы снимаем противоречия между Юнгом и Фрейдом, которого я не вижу. Это просто развитие одного и того же фундамента. Так же, как и в случае Адлера. Что касается заповедей мертвеца, они мне не близки, но это очень длинный моторный разговор, который мы перенесем на следующую лекцию. Тем более, у нас время заканчивается, которому и посвящено. Следующая лекция будет посвящена месту, у нас начнет в решающем заканчиваться место. Ну тогда... Спасибо.